добрый вечер дорогие гости спасибо что пришли вот мы тут сколько месяца полтора назад сашка посовещались решили устроить вам небольшую экскурсию по красотам волгоградской области и сделать небольшой гайдик о том как с пользой провести девять дней одного года вот меня зовут владимир я водитель стрёмного трактора это моя машинка любимая которая постепенно строю под всякие эти дальние поездки вот обрастая всяким полезным хламом и я с огромным удовольствием нашелся наконец-то более-менее постоянную компанию для своих поездок вот и с этой компанией я замечательно провел 9 дней ну не 9 там 8 получилось и увидел кучу всего интересного тогда уж культа начал об этом говорить тогда же момент рекламы туристического клуба спорт марафон собственно с володей мы уже не раз путешествовали и говорят что чем старше мы становимся тем сложнее находить друзей но я скажу так друзья наверное с возрастом они находятся среди единомышленников именно здесь в этом клубе мы с володей познакомились впервые примерно по год назад до полтора где-то полтора года год на лекции киргизии год назад по лекции на лекции по киргизии да чуть больше года назад и уже совершили несколько поездок и реально знаете такое ощущение как будто уже знаем другом много лет и ситуация когда как говорится можно с человеком пойти и в горы и повернуться спиной и так далее поэтому общаетесь когда приходите сюда общайтесь по интересам находите попутчиков по маршрутам и новых соратников и друзей значит ну и продолжаем давайте мы тогда самый самый любимый мой слайд это о себе вот давайте мы с володей расскажем о себе ну картинка конечно вот я путешествую давно и любители самых разнообразных видов путешествий от пеших до всяких разных моторизированных вот именно поэтому там мои друзья французы назвали меня в свое время пилотом то есть это как человек который управляет какими-то транспортными средствами они те которые летают на самородах французский это так ну так сложилось исторически вот ну а володя я последние 15 лет начал потихоньку путешествовать и четыре года назад я наконец-то купился нормальную машину о которой давно мечтал и открыл для себя мир больших путешествий пару раз катавшись с автоклубом вот я решил что у нас очень свое организовать и я погрузился в это дело вот понял всю прелесть самостоятельных путешествий когда ты ходишь смотришь именно то это и так как тебе это хочется и не зависишь от какого-нибудь графика там или еще чего-нибудь и давайте два слова просто чтобы понимали как будет построена сегодняшняя лекция мы сначала расскажем почему володя расскажет почему он выбрал волгоградскую область собственно покажем план поездки прям ну на карте что примерно представляли сколько это заняло у нас километров дальше не совсем по хронологии как бы как мы перемещались но скорее как бы по наверно под большим точкам так скажем интересов наших мы структурировали поездку так что это будет сначала эльтон баскунчак богдо волгоград хотя по факту мы двигались в обратную сторону если смотреть по по календарю вот мы потом конечно как всегда полезная информация самый важный момент это как бы почем финансы тоже расскажем итоги что нам больше всего понравилось ну и наши контакты с володей есть какие-то вопросы у вас будут сегодня то задавайте их в конце лекции потому что ну чтоб легче было там монтировать видео вот а если что то там контакты будут можете потом нам писать звонить и дополнительно спрашивать или консультироваться в рамках там этой поездки любых других мы будем только за а может быть и совместно тоже сгоняем куда-нибудь и так это наверно по моему был завершающий день на эльтоне нам вообще сильно повезло с погодой мы застали все три возможных варианта которые там могут быть а вообще это просто красиво это просто космоса красиво посмотрите и сока я не ездил такого мы не видели нигде именно по моему примерно эта фотография именно володина примерно такой мне показывал когда говорил саша надо ехать прям ну посмотри ну мы не можем не поехать туда или примерно вот такую но это тоже володина а воде показывал примерно такую это вот рама там от володя мы такую он тоже мне показывал еще до нашей поездки похоже и я понял что до ехать надо кстати мы часто эту фотографию примерно такую фотографию переворачивают кверх ногами чтобы у людей появился некий когнитивный диссонанс любители фотографы но я не стал вот оставил как есть но это очень красиво и когда там находишься это конечно космос ну волгоград в общем почему я решил туда поехать и как бы к путевая . во первых это логично потому что первый день был у нас большой перегон тысячи километров примерно из москвы и хотелось уже после этого 20 примерно часов там в машине с осмотром небольшим по дороге там было вот хотелось уже отоспаться в нормальной кровати и заняться но несколько лет назад по телевизору я увидел что годовщине великой отечественной войны они они сделали лазерное шоу и статуя родины матери она была покрыта российским триколором это феерическое вообще зрелище настоятельно советую посмотреть в интернете ролики вот очень здорово выглядит я надеялся что это у них там более-менее постоянно поскольку мы ехали в конце апреля надеялся попасть на какой там тестовый запуск всего этого оборудования но не сложилось это главный вид на родину мать солей героев надпись слева на стене гласит железный ветер белому в лицо и чувство че там собственного суеверного страха охватывал нас полно люди ли это идут вперед вот с моей точки зрения это один из самых с одной из самых хороших воплощений памяти человеческому подвигу в камнях это зал памяти здесь днем идет смена почетного караула эта фотография сделана ночью и как мне кажется она больше соответствует духу города и вообще это ответствует два совершенных восприятия но мы потом еще да как я плане как я вам показывал будем разговаривать о волгограде более подробно это просто красивые кадры чтобы понять что мы не могли какой-то момент мы поняли что мы не можем просто не поехать в волгоград и первоначальный план когда мы встречались мы встречались как правильные туристы обсуждали знакомились там друг с другом потому что не все были знакомы вот перед поездкой там ну как то вот так вот мы с володей основной костяк вот и конечно обсуждали фактически похоже очень да на какой-то такой план как военный план такой да мы пройдем здесь шлагбаумы обойдем тут вот какие-то точки интереса нам надо взять на их посмотреть и так далее но по факту именно так когда ты собираешься с людьми обсуждаешь все это это очень правильная тактика потому что как раз вы и чувствуете что что как что кого интересует то есть кого интересуют фотографии красивые закаты и рассветы кто готов хоть и бей но вот утром не встанет в 4 утра не в 3 в 3 до в 3 что в 4 выехать и поехать в 3 встать утра и каждый день так на литоне и чтобы поехать в 4 уже выехать уже быть на на берегу и уже снимать красивые краски то есть вот поэтому машине примерно 14 часов до оккупностью поспать пару пару часиков подорваться в 3 утра и в 4 быть уже нас на месте съемки надо быть очень замотивированным человеком но чтобы это делать но вот собственно обсуждение это очень важно перед поездкой вот это примерно да вот эти вот каля-маля это примерно то есть как мы собственно двигались до из москвы до волгограда это примерно тысячи километров здесь из волгограда там отдохнув передохнув это полтора полтора суток я бы так сказал да мы сначала поехали на баскунчак здесь потусили по самому вокруг самого озера тут же посмотрели там будет гора богдова тут вот находится очень красивая неожиданно потом почти вернулись и поехали уже на литон погуляя провели здесь несколько дней и потом домой так выглядел наш план на карте и то что мы реализовали давайте про литона расскажу я хотя в целом но как бы мы так разделились с володей что часть я тонн значит это соленая бесточная сама осадочное озеро сам но он бесточная понятно до речки впадают никто ничего не вытекает сама вот это вот осадочно это то что там вот там в нем оседает вот что-то оседает данном случае оседает соль вот и ее много озеро находится ниже уровня моря очень сильная минерализация смотрите она скачет от 200 до 500 грамм на литр вот соли то есть по факту это даже не вода то есть там будет следующий слайд который будет объяснять что это такое но для сравнения да значит почему скачет потому что весной когда там много дождей много рек приносят воды соответственно этот раствор фактически он разбавляется ближе к концу лета и к началу осени то там воды совсем мало она испаряется и очень сильная минерализация вот настолько что это круче почти в два раза чем мертвое море ну а уж насколько это солонее чем океан можете себе представить больше чем в 15 раз мне кажется на дне озеро тоже залежи солей и под ними такой ил прямо черный черный ил тоже с солями вот им там же можно купаться вот в озере считается полезно можно мазаться но об этом чуть дальше климат резко континентальной засушливый и летом прямо прям очень прям пекло поэтому то что мы там были в апреле это была удача мы очень правильно выбрали время значит вода не вода называется рапа с ударением на последнее слово на по ценово на последнюю букву это фактически соляной раствор вот часто он встречается там где-то бухты где вот ровные поверхности где вода легко испаряется вот во франции знаю такие бухты ездят собственно тоже соль добывают то есть прям прилив потом вода остается отлив вода остается высыхает соль собирают исторически то есть во многих местах так делали вот что же делать в этой терапе в ней можно купаться вот под ней там да под ней собственно вот там корка как наждачная бумага ходишь вот я попаду ты коркой соляной еще и грязь можно мазаться грязью ну и конечно фотографировать я предполагал честно говоря фотографировать но оказалось что почти все попробовал значит когда ехать весной весной прямо настоятельно рекомендуем вот мы с владимиром потому что во первых много жидкости много жидкости это приятно потому что выходишь на берег и у тебя сразу фрик фактически вот этого тропа вот не озеро достаточно мелкая там глубина вообще небольшие там по-моему она не превышает там чисто мне несколько метров а топом и полтора врать врать не буду короче очень мелкая вот и и и я даже не знаю где там эти глубины потому что вот все что мы увидели во взрывом там не знаю там несколько там сот метров это фактически там чуть выше щиколотки может быть максимум поэтому там невысокие сапоги какие-нибудь вполне вас спасут чтобы просто погулять ну или можете босиком вот и прелесть в том что этот раствор когда его много весной то он он как зеркало и поэтому почти даже и даже если есть небольшой ветерок который обычную там воду он покрывает рябью и сфотографировать что-то красиво как как истинный фотограф профессионал вот не получается то тут кажется очень легко потому что маслянистая такая жидкость она ее очень сложно ветру перемешать плюс мелкая поэтому опять же сложно вот волна не гонится по этой штуке и очень здорово вот есть один нюанс главное чтоб ветер не дул от берега если ветер дует от берега он просто вот этот вот там буквально слой там несколько там сантиметров там в 5 где-то там 10 сантиметров может просто сдуть воду помните да наводнение питера да когда ветер дул в сторону питера да и надувал фактически то есть речку неву то есть он гнал обратно вот и получились наводнения в питере а здесь также наоборот то есть если ветер дует в сторону берега у вас есть рапа и есть фотографии если ветер дует от берега то рапы может не быть даже весной вот как ехать ну я думаю что вы уже все прочитали то есть вариантов разных несколько вот и собственно вот если вы не находитесь уже волгограде то 6 часов на маршрутке почему там 200 километров почему так долго потому что дорога плохая раз и во вторых то маршрутка останавливается местная надолго там где-то и много остановок вот есть поезд из москвы кстати вполне бюджетный вариант если там приехать конкретно там гулять отдыхать я не знаю чем там заниматься спортом может быть или или чем-то еще ну или вот как на машине как мы вот пожалуйста 1200 километров вот так выглядит озеро на картах спутника ну вы видите собственно да то есть а если обычный водоем он там зеленоватый он цветет или он темно если вода прозрачная то здесь вы видите то есть вот только вот вот речки которые впадают 1 2 вот тут видно да примут видно где вот темные там впадают какие-то речки здесь вот почти ничего какие-то может быть там ручейки мелкие вот еще немножко и вот видно прям прям соль да здесь чуть чуть поглубже соль сам поселок эльтон вот он он здесь вот и и вот здесь здесь же вот такая примут это вот это эта дорога это старая санаторская дорога она вот сюда здесь получается парковка дали проезд перекрыть шлагбаум ездят газ там какой-то сборщик они ездят вот сюда вот по этой насыпи и за грязью для санатория поэтому можно прямо этой грязюкой там не отходя от этого от этой насыпи спокойно масса примерно с тем же успехом что и вы будете снаторий делать за деньги я сейчас добавлю чуть-чуть по поводу эльтона наверное многие захотят туда съездить с палаткой вот я на это надеюсь самое классное место для установки палатки это сорочья балка она начинается вот тут вот вот она идет это такой разломчик с скалами выветривания небольшими как будто на плато манпупунер там пара таких останцев а таки пенках пальцы до торчат вертикальные очень очень вот есть несколько смотровых площадок 1 вот здесь вот до идет дорога вот так вот по берегу полевая вот до впадения реки хары вот наверху это река хара это считается чуть ли не сам соленым местом вот на всем озере здесь марагдинский источник находится и здесь вот это самое близкое место берегу куда можно подъехать на машине вот и для того чтобы грязюка помазаться в регионе наблюдается конкретная проблема с питьевой водой здесь не оборудовано ничего вот и для того чтобы смыть этот раствор что вам ничего не разъел там не дай бог над собой обязательно брать питьевую воду того чтобы смыть этот горяту гречи вот ну вот так примерно это кило это цифра это примерно километра то есть так по периметру она 50 километров 17 на 24 это для масштаба значит ну и каратенечко про историю ну вот чтобы слишком сильно вас цифрами не утруждать то есть это давно то есть просто чтобы вы понимали что тут соленая добыча и давно вот чуть ли не с ванечки грозного вот и как вы знаете наверное многие принципе города везде да не только у нас в других тоже странах очень стали богатыми именно на соли добычи и соли продажи потому что в свое время это было там что не на вес золота вот очень ценный как бы сырьем очень ценный продукт ну и соответственно здесь добывали много но потом в конечном итоге где-то к концу 19 века соли добычи прекратилось вот и с 1910 здесь санаторий и курорт а соли добычи соответственно ушла на баскунчак где она существует и по сей день значит по поводу фотографии на литоне вот как любитель такой фотограф который их даже хотел быть хотел стать профессиональным это и про себя вот но не слава не сложилось да не сложилось прямая комплекция mark 2 с объективом с длинным со вспышкой тяжело таскать вот поэтому не сквалось но тем не менее идеальное место для любых вот фото упражнений потому что мне кажется здесь можно найти прямо все вот и как снимать тоже прям пробуйте и так и сяк потому что как бы вы ни сняли все получится красиво вот смотрите ну то есть сами краски они настолько прекрасны что невозможно даже там но этого снималась на на телефон и вот невозможно снять плохо там по поводу того снимать кстати допустим просто снимать пейзаж да или снимать с людьми но на ваше усмотрение людьми тоже будет интересно кстати да я послал тоже своим знакомым французам посылал эту фотографию они такие говорят а улыбка фотографа вот это собственно прям соль это это соль и вот эти вот белые части да это прям то что вот уже на поверхности а вот это вот это прям мокренькая то есть утром вас соляной раствор макро пожалуйста там огромные кристаллы там квадратные очень красивые и нам чертовски повезло потому что мы там оказались как раз момент цветения цветочков всяких разных ну на тюльпанов прежде всего красные были желтые вот эти желтенькие вот ну ты где-то тут тоже вот желтенький можно найти ты ник ты ник они тут есть вот но красных там было море были еще ирисы по моему вот если тут есть специалист кстати по цветочкам если что меня может поправить с зала вот вот пожалуйста вот купание и грязь значит ну по поводу фотографии понятно что там утром встаешь рано рано утром вечером поздно-поздно ложишься и в целом в целом наверное все прекрасно причем что характерно мы когда там были последние там буквально там там день-два вот мы застали там с прямо съезд фотографов там которые приехали помчок 40 до человек 40 приехала фотографов которые там решили организовать себе такое паломничество вот паломничество и полно обучение и по моему еще какой-то конкурс что это такое в общем там такие прям молодцы вот там успели пофоткать сюда них вот купание купание и обмазывание грязи вообще весь вещь прекрасная потому что смотрите сколько всего ты одновременно лечишь прям себе там и суставы и кожу и нервную систему в общем и дышишь всем этим в общем все прекрасно все здесь прекрасно единственное то что володя уже говорил есть один нюанс всегда нужно брать с собой воды причем много потому что во первых питьевой воды потому что там много солнца везде и от него нигде не спрятаться там как бы деревьев нет вот и поэтому надо пить это первое чтобы не было обезвоживания и второе когда там искупался или обмазался надо смываться причем если просто искупался то и не смылся то прям на коже образуются прям эти кристаллы и когда даже рубашку надеваешь что это там очень некомфортно прям ощущение что там или рубашка как будто у тебя повернута наждачной бумагой внутрь к тебе очень некомфортно поэтому надо смыться вот а если при этом еще и пошел еще дальше еще обмазался обмазался вот этой вот илом вот этой грязью лечебный то грязь водой не смыть и она сначала смыть раствором вот этим вот соляным вот найти место поглубже смыть а потом только смывать водой то есть такая тема и обязательно конечно беречь глаза потому что слизистые сжечь очень легко в мертвом море это запрещено а здесь если вода еще и слонее чем мертвом море ну представляете поэтому такая вещь надо быть аккуратным что нас удивило на эльтоне это не только само озеро но и еще несколько моментов и первый момент наверное самый наверное основной да я могу сказать после озера да правильно там вот если озеро номер раз то это прям номер два это музей алтынур вот который был создан энтузиастом своего дела вот это частный музей вот который по факту это музей как бы дружбы вот между волосами и казахами да потому что озеро эльтон она так если смотреть так вот карту смотреть то граница россии с казахстаном идет примерно так так вот раз найдет так вертикально вниз тут россия тут казахстан так раз упирается в эльтон так обходит эльтон эльтон остается на территории россии дальше пойдет вертикально вниз в общем поэтому ну по ощущениям в самом поселке эльтон мне кажется процентов 90 там казахов мне кажется если не больше вот русских мало вот все говорят по-русски все очень хорошо все спокойно дружелюбно даже можно где угодно там купить алкоголь вот и кого это интересует вот скидает тоже все очень хорошо вот прям музей очень рекомендуем потому что здесь как бы вот это вот юрта чисто казахская где прямо рассказываются вам что к чему там внутри юрты все тоже очень красиво смотрите как пожалуйста вот и и рядом еще есть изба русская но я не стал показывать кадры зачем собственно русская изба там ничего такого для нас нет вот неизвестного вот и еще даже третье отделение связанное с великой отечественной войной всякие там артефакты и прочие прочие документы связанные с этим периодом потому что конечно земля волгоградская область да такая земля которая сильно хлебнула горе в этот период нашей истории о чем хочу сказать это очень важно это ой это просто это это другой музей и это только одна комнатка больше нет то есть это вот весь музей вот эта одна комнатка это визит-центр природного парка льто место которое очень сложно найти в интернете я даже пытался зная что я хочу это место найти потому что я там был в интернете даже вот не смог найти с первого раза вот очень рекомендую по двум причинам во первых экскурсия здесь стоит какие-то смешные деньги помрали 50 50 50 рублей человека просто до безумные расходы рекомендую во вторых сама экскурсия построена так что вы буквально там за там за полчаса вы прям четко получаете общее комплексные комплексные понятия о том что такой литон как он встроен в экосистему всего региона какова у него история и собственно там какие там пути развития и так далее баба то есть принципе все очень интересно добавить есть нюанс не повторить наших ошибок вы когда поедете на литон вот обязательно зайдите туда а в конце будут контакта директора этого музея и там можно договориться о конной прогулки вокруг озера и стоит она какие-то разумные деньги там типа рублей 500 с человеком на четыре помощь со или что-то такого плана очень советую да я поддерживаю потому что берега озера они бывают немножко где-то заболоченные бывают где-то там как-то грязноваты ездить на машине поэтому бывает даже на хорошо подготовленный не совсем разумно можно там ее просто там утопить по брюхо ездить на велосипеде точно так же это бывает сложновато кто есть велосипедиста тут меня поймет когда грязь забивается между колесом и крылом так что и двигаться невозможно на велосипеде лошадка самый оптимальный вариант для таких походов вот по грязюке вы сидите высоко хорошо видите над травой в общем все прекрасно поэтому лошадки прямо действительно очень рекомендуем археология кто интересуется есть там такая тема вот тут маленький кусочек аммонита мне кажется опять же вот знаток знаток цветочков и знаток геологии не даст соврать вот но есть там такой гора улаган такое место рядом прям с поселком и тон там можно дойти там несколько километров вот или там на машине несколько минут считается местом силы и я знаю есть люди которые специально приезжают не ради озера а ради этой горы в эту местность вот поэтому имейте ввиду такое место силы гора невысокая тут не указано а до всего 70 метров над уровнем море вот можно найти окаменелости окаменелости находятся так примерно такого же класса и такого же размера как во многих подмосковных карьерах вот но тем не менее если вы находитесь на литоне активно рекомендуем и на этой горе находит он сама гора улаган она имеет такую полукруглую форму и вот нижней оконечности находится рлс которая первую зарегистрировал полет гагарина ну там руины конечно очень все равно местечко такое просто одно из немногих достопримечательностей помимо озера ну вот так она выглядит города вот собственно даже не нужно иметь какие-то специальные геологические молотки просто ищите камушки смотрите внимательно и находите окаменелость кухни и да даже честно говоря не хочу очень сильно останавливаться все съедобно все нормально вот на центральной площади есть самый крупный магазин где можно принципе купить все что вот душе угодно вот и там же рядом кафе у ирины вот по поводу кафе могу сказать точно вот вот перемешки там классно у ирины вот единственное кафе которое вот мы проверили которые нами говорили что вот это вот правильно другие даже можете типа ребят не ходить вот вот лучше этого нет и действительно так она есть жилье в альтоне ну вот в целом как частный дом у нас получился мы снимали на всех да там кто-то там по несколько человек в комнате у нас получалось кто-то жил там кто-то один в комнате как то так вот то есть это гостевой дом двухэтажный где живет собственно сама семья вот владельцев этого дома и живут также гости в целом наверное самый удобный вариант для остановки вот на альтоне учитывая то что все таки для опреснения вам вода нужна и воды нужно много в палатке можно но вот если бы ни одно но если бы не необходимость принимать душ вот листаем дальше до важный момент территория приграничная поэтому лучше у нас не спрашивали же пропуска нигде в общем история такая из того что вообще по законодательству российской федерации доступ в десяти километровую зону нужен погранпропуск вот это также касается нескольких маршрутов по северному кавказу у нас вот и в частности там мы на пограничников не наткнулись но бывает так что это разворачивает или тащит тебя под белые рученьки в паласовку где находится региональное управление это самая пограничная служба делается это все на госуслугах совершенно бесплатно единственное что сроки выдачи от 15 до 30 рабочих рабочих дней потому что погрануправление которое занимается этим регионом находится в волгограде и почте россии нужно некоторое количество времени столкнувшись некими трудностями в оформлении пропуска я два раза групповой делал вот могу сказать что там везде где там просят перечислить список ну состав группы до кто старше там и остальные члены там везде надо указывать паспортные данные и повторяйте моих ошибок вот так сделает все на госуслугах совершенно бесплатно ничего это не стоит вы лучше при себе иметь в избежание еще есть там любопытный момент с этим вот погран зоны с этой народ рассказывал что какого-то мужика вот какого-то мужа раз нам выделено внизу убежал верблюд на границу казахстана там недалеко вот и для того чтобы мой вернуть ему пришлось переходить погран пропуск и обратно верблюд таможить там было наверно не совсем видно вот условно вот так вот выглядит озеро эльтон да здесь баткуль находится еще одно сейчас вот сейчас давайте мы сейчас карточку вернем да есть там тоже не у вас но вот эльтон до баткуль он где-то здесь а вот идет граница казахстаном вот она вот так вот примерно она проходит вот и там если ехать в августе там можно столкнуться с миражами мираж это классная такая штука которая показывает далеко стоящие объекты поближе несколько вот и народ там зачастую видят впереди какие-то постройки да идет на них это уже казахстан там нет никакой проволоки ничего как бы их имеют они некой перед неприятности за незаконное пересечение с границам вот лучше сделать погран пропуск в общем на по крайней мере покажет вашу добрую волю и законопослушность так что еще учитывая то что это граничная зона как бы лучше избегать и не делать это не запускать коптеры потому что если они запускаются жужжат то пограничники сразу прибегаю это после известных всем событий да и начинают как-то выяснять чей коптер там кто запускал там всех запрашивать общем да ну вот что происходит не знаем потому что к счастью у нас коптера не было вот мы этим не баловались поэтому вот но нас спрашивали то есть там кто-то запустил нас спрашивали и так предвзято так спрашивали они ваши был коптер дальше секунду еще и при указании пропуска смотрите на карту и там нужно обязательно перечислять населенные пункты которые вы там будут по вашему маршрутного как вот здесь например бабкин сад там еще чего-нибудь кирсановка морозовка паласовский район волгоградской области если нужно я там потом помните населенку вам потом расскажу если там когда дальше вот ура добрались куда-то баскунчак это второе соленое озеро которым посещали и казалось бы зачем ехать на второе соленое озеро но вернее сначала приехали на баскунчак потом поехали на льтон но с льтоном там все понятно для того чтобы захотеть туда съесть надо забить в интернете просто льтон рассвет или закат как бы вопросы просто отпадут вот отсчетом делать баскунчак интересно тем что в этом месте добывают почти 80 процентов пищевой соли в нашей стране и одна из причин почему туда хотели съездить это посмотреть на солидобывающую технику вот но за наверное снежной зимы нам от не удалось комбайн не смог там она добывается двумя способами вот комбайн не смог выехать потому что было много рапы вот и не могли его вывести потому что там драга была на ремонте каком-то то вот постапокалиптические пейзажи это брошенная техника всякие ржавые болты там болт груди в мир лежат вот красотища в общем вы любите тлен до апокалипсисы industrial то это прям вот сюда вот там что вот два озера рядом два соленых но настолько атмосферно они разные ощущения что один действительно как национальный парк льтон вот такой прям природный природный а это прям вот как будто прям такой грамм такой прямо хард хард такой тяжелый прямо тяжелый индастриал такой причем заброшенный такой хорошо заброшенный давно заброшенный причем да тут ну наверно техническую часть наверно лучше я тогда тут расскажу купаться соленом растворе тому местах есть турбизнес вот они все уговариваются ездить на дальней купальне заброска стоит примерно там 500 рублей на ближнее среднее и соответственно дальше ну я на машину видимо находил 1500 рублей в интернете вот на уазике забрасывают на дальней купальне смысла нет уехать они хотя казалось бы они поглубже но ты физически не сможешь нырнуть там даже на полметра тебя просто плотность воды она тебе не даст это сделать поэтому смысла нет а до ближних может совершенно спокойно дайте пешочком позагорать по дороге вот это схема города озеро вот здесь на спутниковом снимке как раз вот видно вот эти темные пятна это и есть выработка соли там прокладывается временная железная дорога вот по ней ездит там комбайн вот и примерно там от полутора до восьми метров короче он потихоньку вы это выбирает соли она там на фабрику идет и потом все краски жизни еще по региону собственно озеро понятно 2 вот это примерные размеры вот границы казахстаном проходят средний баскунчак там находится классный гипсовый карьер красненький до гора большой бак до это наверно одна из самых интересных достопримечательностей которые там вообще есть в регионе вот курорт кстати не смотрите на вывеску курорт действующий да вот так выглядит вывеска действующего курорта номер в котором стоит две тысячи рублей с человека за ночь даже если вы размещаетесь двухместном номере это две тысячи рублей с человека ну вот ну наверное больше даже мне добавить даже больше ничего вот это вот по поводу апокалиптических пейзажей он там рельсы кстати вот это вот подводит эта полоса это рельс идет ну там железная дорога туда уходят это остатки старых деревянных свай мастков они все покрыты солью сливыми отложениями и дерево превращается в такую губку вот основная достопримечательность это все что попадает туда воду она покрывается солью вот например кусок галеки отсыпки этой железной дороги это вот растения птицы можно найти засоленых жуков вот соль настолько плотно повторяет предметы что на остатке банки там например можно увидеть дату изготовления там розлива вот это вот это саша у нас знакомится собачкой нам везло в это поездки на животных жилье баскунчак ну про пансионат александр сказал гостевой дом вот даже в общем да мы сняли гостевой дом до дешевенько но это не оказалось чистенько вот ну как бы для одной ночи мандрил его подошло мы приехали поздно искать не хотелось тратить на это время поэтому как бы мы взяли то что было вот но в целом в целом нормально в целом нормально вот нам даже сделали скидку за ну что мы даже сделали сам было то что мы до оставили дом после себя чище чем он был до нашего приезда переговоры провели такие с хозяевным и по поводу палатки еще секундочку назад где ставить да здесь вот на берегу ну тут не видно чуть-чуть вверх за маркер нет этому эта кнопочка это лазерная указка так не видно просто но не суть здесь на берегу есть вот в нижнем баскунчике стоянка для того чтобы поставить машину совершенно спокойно там можно поставить палатку там есть душ вот за какие-то разумные деньги ну короче нормальный вариант вот и в то же время находишься цивилизации тут вот повыше примерно где поселок городского типа туда да а вот здесь внизу находится вот как раз видно дорогу вот это по которой вот ездят это туристов катают на все вот эти вот выработки так дальше гора большой бог дом ну насчет священность не знаю но это самая высокая . что нашел в интернете это собственно и вам передаю да вот и там сайте стоит стоит статуя будды вот и ну как бы тропа белого старца да какой туристический маршрут мне что понравилось мне понравились цвета этой горы учитывая то что мы были весной трава я зеленая и гора у такого вот всех оттенков вот такого светло-оранжевого до прямо такого красновато-оранжевого ночи красиво наш ответ алтаю до с марсом вот так выглядит кусочек тропы это второй маршрут там есть три туристические маршрута вот мы пошли по такому средненькому вот оттенки это вот эта часть называется поющие скалы тут ветер шумит так что это похоже на морской прибой и там совершенно безумные виды открываются на степи вот пример невозможно не сесть и не залипнуть вот так вот как как они да и мне кажется можно долго так сидеть и смотреть вообще ветер ветер разгоняется на драме над степью вот и слышно как он поет свою бесконечную песню в этих жестких степлях полыни и гора большой багдов торит тому как будто рокот прибоя и ты вот ну там час можно просидеть совершенно спокойно тебе это не надоест это белые стихи сейчас прочитала нет рифмоплет понятно вот вот такие виды открываются с камни с камней сверху вот и там все красиво настолько что ну опять же вот невозможно сделать плохих кадров и в какое-то место вы там не не прицепились не сели не встали не легли все будет прекрасно все будет живописно все будет вообще очень очень гармонично прям очень рекомендуем вот я даже не ожидал что честно говоря что какой-то вот невысокая гора она там совсем невысокая такие больше похоже на холмик вот придет произойдет такое впечатление яркая обратная сторона то что это саму одна из самых высоких точек вот там надо с собой обязательно какую-нибудь ветровку брать ветер там наверху дикий вот на кстати вот волос эти прическа да именно такая сделанная ветром да вот на нижней фотографии наслушался песни очень решил заменил себя кунг-фу пандой одна из причин почему мы ехали в апреле очень хотелось посмотреть тюльпаны в степи вот это все начинается с элисты вот примерно вот где-то 10 числа апреля мы поехали там 16 примерно число мы попали на пик уже на посевернее а другие друзья ездили где-то через полторы недели после нас и они в районе саратов попали там безумно вообще краски тоже тюльпаны цветут примерно недельку нам говорили вам что-то 5-7 дней и поэтому где-то вот мы были то есть еще вот два-три дня не вот мы это были прям середине ближе чуть концу вот они же такие все прям раскрывшиеся вы видите да не на тюльпаны краснокнижные имейте ввиду их букетиками собирать до топтать нельзя дарим киви вязать тоже не надо вот волгоград ну собственно город из детских фильмов про великую отечественную войну мне мама очень много рассказывал про статуи родины мать вот это была одна из причин почему я вообще туда собрался у меня так получилось что друзья с которыми я ходил в свое время на несколько лет назад на плату путарана в водный поход вот в основной костяк там помню за 17 из 16 человек по моему человек 12 было как раз из волгограда вот и очень тоже рекомендовали прям непременно но и опять же собственно там мамаев кургану то есть тот момент как так наверно такая территория которую ну там нельзя не посетить потому что очень много исторических событий связано с этим городом вот ну сказать только то что там сталинград наверное знают или слышали это слово мне кажется во всем мире вот ну вот три причины по вопросу всех участников поездки да почему нужно посмотреть в непременно волгоград и как его надо смотреть вот здесь не не просто так пункт 1 пункт 2 это одно и то же потому что потому что пролезли два совершенно разных восприятия и вообще то есть ощущение что два разных места давай ты расскажи про свои а потом про свое расскажу ну несгладимое впечатление но мне больше вас больше всего конечно произвело впечатление музея обороны в порона тогда давай промоев курган труда я расскажу я сначала там оказался ночью а потом днем и вот днем это ощущение какого-то праздника и действительно там победы связанные с великой отечественной войной глубокое ощущение победы много людей все освещено там еще была солнечная погода прекрасная то есть все здорово да прям но это как будто солнышко за тучками на прям все было ярко прям яркие тени от родины матери от меча прям очень круто там еще церковь вот здесь вот там солнце на куполах прекрасно вот но какое-то вот такое вот и знаете как небольшой такой вот оттенок какого-то такого туризма туризма да вот я искал правильное слово до туризма туризма там свиньи там сувенирные лавочки да вот эти там всякие там вот эти вот чудеса и так далее но когда приходишь ночью когда придется там аналич когда приходишь ночью ощущение совершенно другое ощущение прямо вы знаете вот прям как будто вот вагнер играет в голове вот как будто реально играет вагнер полет валькирии что-то вот такое прям такое прям торжественное потому что Прямо проникаешься этим Прямо сейчас говорю, даже мурашки Прямо проникаешься в атмосферу этого места Где на каждом квадратном метре Было вылито немерено крови И поэтому Всем настоятельно Мы рекомендуем непременно Посетить это место дважды И днем, и ночью, и сравнить впечатления Это очень важно Это один из самых знаменитых Фонтанов, как мне кажется, в мире Их там два Один возле мельницы Гертрода, второй возле Вокзала железнодорожного Вот этот фонтан Фигурирует в бесконечном количестве Всяких игрушек про Великую Отечественную войну Просто вот Это уже возле музея обороны Сталинграда И берег Волги, то есть вот здесь за парапетом Вниз и берег Волги То есть вот это уже второй, другой берег Одно из самых интересных мест вообще в музее Это лазерная панорама Штурма и обороны Ленинграда Ой, прошу прощения, Сталинграда Там проходят тени от бомбардировщиков Город начинает весь гореть И видно, как кровавый прибой бьется в каждый дом В каждый подъезд В общем, безумные впечатления Там вот слева знаменитый приказ 227 Не шагу назад Введение штрафных род Вот А это Литографический камень Посвященный Который Должны были использовать Для печатания листов Подрывающих дур Гласит он Сталинград пал Если Москва — это голова То Сталинград — это сердце России То есть это наоборот Потому что с этого должно было печататься То есть Тираж бумаги должен был накладываться Пресс и печатается таким образом То есть это уже было готово Точно так же, как был готов герб Сталинграда С Орлом Рейха И так далее То есть там все уже было готово к тому Чтобы уже Сталинград сделать немецким городом Вот Под управлением фашистской Германии Это, собственно, такси туристическое Ну и И вот ты выходишь Там очень мрачная атмосфера в музее Ну, нетущей музыки я там не заметил Но темные стены Там освещаются только выставочные экспонаты И ты выходишь оттуда Вокруг солнышко, тучки Девчонки симпатичные на парапете сидят Вот И из-за Большого контраста восприятия Я там сел недалеко на лавочку И в общем где-то минут 15 я приходил в себя И всем вот Кто говорит, что надо повторить Я настоятельно рекомендую посетить этот музей Вот А лучше их там на ночь запереть Вопросы у них отпадут навсегда Полезная информация Про разрешение мы уже говорили выше Да Экипировка людей Из-за походов Вот Одежда по сезону Весной, соответственно, там Ветровичок какой-нибудь с собой Можно тепленько что-нибудь захватить Резиновые сапоги обязательно Потому что Соляные кристаллы Они очень острые Они более острые, чем битое стекло Вот И По прогулке, когда там В августе, например, вы поедете Можно себе спокойно распахать ноги И плюс это туда попадет сразу соль В общем эфирические ощущения будут В общем, да Я даже могу сказать Потому что я же там домазался этой грязью И действительно там какой-то колючкой себе Вот Сделал маленькую ранку В общем, это было очень дискомфортно Прямо от слова Прям совсем Очень-очень дискомфортно Поэтому, да Что-нибудь на ноги обязательно Если вы планируете купаться Какие-нибудь тапки Желательно такие Которые у вас там В или не застрянут А с задниками Вот оптимальный вариант Какие-нибудь такие Дайверские Вот Или резиновые сапоги Если купаться не собираетесь Не собираетесь заходить Про воду говорили Крем от загара тоже важно Потому что Сверху солнце И снизу отражается Тоже от воды солнце Сгореть можно на раз-два Машинка Ну вот это, собственно Моя радость Последних четырех лет Стремный трактор Понятно, почему трактор Вот А стремный Потому что Мотивирует не сидеть дома И куда-нибудь валить Подготовка машины Обычное ТО Расширенное С перетряхиванием Всего, чего можно У избежания Информации по заправкам Границы заповедников Там, кстати, совершенно По-разному работает Ну это Защита заповедников На Эльтоне И на Баскунчике Если на Баскунчике Тебе запрещено сходить С тропинки протоптанной Ну с маршрута туристического То на Эльтоне В принципе Более-менее свободно Можно перемещаться вокруг Никто тебе не скажет Но главное там Птичек не пугать Цветочек не рвать На Баскунчике тоже Ну там погранзона В общем Инфо Информация по операторам связи Насчет МТС не знаю Вот По идее он там не работает Я звонил там пару На Эльтоне На Эльтоне Да Я звонил пару раз Пчелайна Но Как только мы туда перешли Вот Я сразу перевел В авиарежим Телефон Потому что Телефон на раз-два Цепляется к Казахстану И с каждой СМС-кой у тебя Баланс Падает В бездну Вот Это же оборотная сторона Что нужно с собой Какой-нибудь нормальный Навигатор оффлайновский Мапс МИ какой-нибудь Ози Эксплорер Там или еще что-то Потому что Оффлайн карты Яндекса При отсутствии связи Они очень днища Вот Ну еда-вода Понятно Техническая тоже Лопата-топор-пила Мало ли там что захочется Костерок Это самая Плитка Ирида-одинс Была куплена Специально Под эту поездку Потому что Изначально Мы планировали Жить там Несколько дней В палатках И на цанговых баллонах В общем можно разориться Литр газа Выходит там 200 там Или может быть Сейчас больше рублей Плитка там стоит Можно посмотреть Вот Ну и соответственно Столы и стулья Там все дела Что по машине Фильтр Масляно-воздушный Воздушный обязательно Колодки Ну там живет Вообще все Ну в принципе и все Компрессор Лопату Машину откапывать Потому что Можно проехать по степи И внезапно провалиться В слончак Лопата также хорошо работает Как подставка под домкрат Если у вас грунт влажный То есть вы ставите Лопату вниз И на нее опираете домкрат Чтобы он не проваливался Глубже По поводу топлива Я при подготовке Не нашел Полной информации О топливе Конкретно на Эльтоне Как самое далекое место Вообще Нашего Эту Нашей поездки Там совершенно точно Есть какая-то заправка В городе Надо спрашивать В местных Они покажут Вот На повороте На дорогу Есть Газпром Илукойл Если бы я знал Что там есть Газпром Илукойл Я бы с собой Канистру бы не стал брать В общем Все это зависит От машины От расхода В общем Такого плана Но лучше иметь По себе Двадцатку Ну и скажу Вот собственно Так выглядел Наша стояночка Незапланированный Ну нет Почему Запланированный В данном случае Обед Около Населенного пункта Старая Сарепта Старая Сарепта Тоже такая Точка притяжения Туристического Рядом с Волгоградом Вот Это было старое Немецкое поселение Прямо этнических немцев Вот Которые там В степи там Поселились Вот И постепенно Создали там Фактически общину Такую прям Мощную общину Очень С этой вот Немецкой точностью И тщательностью Создав там целый бизнес Сновали первый в России Горчичный завод В общем По производству горчичного масла Да Молодцы 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 Значит Вот здесь на фотографии Кстати И баллон Видно хорошо И плитка Но Обращаю ваше внимание Что это чисто Автомобильное оборудование Если вы собираетесь Идти Там На своих двоих Или ехать на велосипеде Где Или там На что-нибудь еще Где у вас Вес Имеет значение То Обязательно рекомендуем Все-таки смотреть Модели Более легкие Вот И Облегченные Которые И займут И меньшее место И допустим Будут более Там Пустим Экономные Там Со встроенными Ветрозащитными Стеночками И так далее В общем Короче Ребята Из магазина Спортмарафон Вас проконсультируют Какая нужна Именно вам Потому что Там горелка Может весить По-моему 30 грамм По-моему 30 грамм Да 27 мне кажется Титановая По-моему 27 Вот такая вот Маленькая Фентифлюшка С треть моего Кулака Ну вот Сашин джетбойл Стоит И в общем Было хорошее Такое дополнение Кипяточку Чайку попить Да Да Вот это Да Вот система Джетбойл Это вот Эта штука Вот эта Конструкция Она Литр с лишним Литр 200 воды Греет в кипяток Буквально За Две с половиной Три минуты То есть Там готовится Ездить Готовится Чай Кофе В общем Прекрасно Ну и от себя Добавлю Наверное Кусочек Еще Вот тут Видно Хорошо Разница В стульях Если вы Планируете Далеко Этим Пользоваться Берите Вот обязательно Жесткими Такими Подлокотниками Потому что Вот все остальные Они Пару Тройку Выездов Живут В лучшем Случае Потому что Первое движение Когда ты встаешь Вот так Вот опираешься И себя Оттуда Достаешь Короче На этом Стулье Как правило Заканчивается Вот Или совершенно Без подлокотников На котором Я сижу Вот Самая маленькая Кстати Мы смеялись Да Как выглядит Я просто увлекался Облегченным Туризмом И собственно У меня Самый маленький Стульчик Ну вообще Там детский Он Я там Вон я сижу Совсем детский На который Володя Даже бы Наверное Не поместился бы Никак Но у нас С ним Разные подходы Он пешку А я На машинке Катаюсь Да Я Прямой комплекции Таскать все на себе Хочется все-таки Полегче Дальше Двигаемся О Моя часть Значит По поводу Финансов Как Казначей Многих поездок Скажу сразу Значит Первое Надо придеть Казначе Заранее До поездки Второе Надо всем сказать Правило Которое Работает Безотказно И которое Я всем рекомендую Вы просто говорите Ребят В конце каждого дня Каждый говорит Сколько Израсходовал Там На общак Вот Если вы в конце дня Мне это не сказали Значит Этих расходов Вы считаете Что вы берете На себя И все И сразу Вся дисциплина Финансовая У вас в кармане Значит У нас Получилась Поездка Примерно Ну Шестнадцать тысяч Рублей На человека Все Все вместе Вообще Вот Все под ключ Транспорт Еда Проживание Все 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 Примерно Так это было Разбито Еда Как видите Много Транспорт Значительная часть Почти треть Жилье Жилье Мы хорошенько Торговались В принципе Да Немного Вот Ну Немножко Подарочков Немножко Музеек Музеев Вот и все Если есть какие-то Вопросы Опять же Говорю В конце В конце Лекции Можете задавать Могу Прям открыть Потом Даже Там Прям Детально Показать Полезные Ссылки Про Эльтон Я думаю Ну не знаю Можете Пофоткать На телефон Но в принципе Александр Когда будет Монтировать Этот слайд Прям потом Будет В видео В лекции На канале YouTube Спортмарафон Поэтому Сможете Спокойненько Пересмотреть Там Пропутить Назад И всю Эту Информацию Взять Вот этот Природный Парк Эльтон Очень рекомендуем Это как раз Конные Экскурсии Там же Вот этот Маленький Музей Который Быстро За 50 Рублей Вам покажут Общую Как бы Картину Представления Вы Прополучите Про то Что такое Эльтон В экосистеме Вообще И в России В частности Музей Алтыннур Вот Хозяин музея Смогул Мунтаев Вот Да Он смеется По поводу Своей имени Что оно От слова Смогу 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 Все сделать Фактически Он собрал музей Сам Собрал И люди Сейчас вот Начали Там уже Приносить ему Какие-то артефакты И так далее Знаком С Федором Конюховым Который Несколько раз К нему Заезжал В его Музей В рамках Своих экспедиций Шелкового пути В общем Очень интересный Товарищ Сам читает Сам водит Экскурсии По своему музею Очень такой Харизматичный Позитивный Человек Местный Чат для Жилья Это вот Прям Ильтоновский Это телеграм-канал Очень рекомендуем Потому что Именно там Мы нашли Жилье Да Там же Можно Договориться О том Чтоб тебя Захватили С Ильтона Или с Волгограда Попасть на Попуточку Какую-то Там это Распространено Я собственно Жилье Вот через этот Чатик И нашел Вот Да Что касается Жилья Кстати У нас Можно сказать Был дом Люкс В очень Так скажем Странной Очень Необычной Категории О котором Даже Сложно Было Предположить Местные Обычаи Гласят О том Что Туалет В доме Существует Только Для Для малой нужды А вот Для всего остального Есть отдельно Стоящий Туалет На улице Вот как у нас Во всех деревнях Даже если Полностью Водопровод В доме Есть Но тем не менее Если ты прям Очень серьезно Настроен Ты берешь Уон Туалетной бумаги Идешь на улицу Вдово Снег Да И что характерно Многих Как бы Ну туристов Которые Снимают Частные дома Им тоже Говорят Ну Хочешь Туалетная бумага Только на улице Вот У нас Прям Мы могли Такой был прям люкс Люкс прям был для нас Можно сказать Люкс услуга Такая была Вот Баскунчак Нижний Ну Дом мы наш Рекомендовать не будем Он хотя и был дешевый И отмытый После нашего визита Все таки Да Но не будем Лучше как-нибудь Там сами Вот поищите Вот на ваше усмотрение Вот Что можем порекомендовать Чебуречную Солоночка Она находится Прям в центре Там вот Напротив нее Администрация И здесь же Банкомат Если что Да Чуть ниже Как раз Это вот Санаторий То есть Там все Прям рядом Несмотря на то Что на Яндексе Написано Что может быть Написано Где-то еще Что салоночка Не работает Не верьте Приезжайте Все работает Кормят хорошо Хозяйка выходит Сама иногда Спрашивает Как вам ребята Понравилось Не понравилось Можете даже Закать пирожки С тем Что вам нравится Допустим О я люблю пирожки С картошечкой Хозяйка говорит Ну завтра будут Завтра будут И прям готовят Можно заказать Ко времени Ко времени отъезда Например Мы завтра В 11 уезжаем Нам приготовьте Столько-то пирожков Она говорит Хорошо Пожалуйста Самое классное Там это офигенский Беляши Ну да Беляши Конечно Беляши Вне конкуренции Так Волгоград Лично проверил Рекомендую Вот эту вот Кафешку Соусового кофе Мира Кофе и круассана Там замечательный Как любитель Круассанов Могу сказать Проверил Прямо Очень близки К французским Аналогам Волгоград Еще считается Как бы Такой Столица России Киевских котлет Почему-то Короче Считается местом Где как бы Обязательно Надо поесть Киевские котлеты Котлеты по-киевски Да Вот это вот Курица Вот это вот Все дела Вот Во всех ресторанах Обязательно будут Котлеты по-киевски Даже есть такие Забегаловки Типа как Допустим Там Какие-то Улочные Шаурма Да На улице Шаурма И там тоже будут Котлеты по-киевски Что могу сказать Ну Лично Мой опыт Могу только сказать В ресторане Попробовал Нормально А вот На улице Слышал Много хороших отзывов Попробовал Мне не повезло Видимо С этой котлеткой Вот А так в целом Вот Так что На улице Пробуйте с осторожностью Если что-то не так Ну Не обязательно Допробовать До конца Тем более Что она там стоит Какие-то копейки Итоги Несмотря на то Что мы ехали на Эльтон Наверное Вот Мамаев Курган Вот именно ночью Наверное Вот номер один Так скажем Вот Прямо Мое личное Глубокое Такое Прямо эмоциональное Я бы сказал Впечатление И потрясение То есть Я не ожидал Что место Может настолько глубоко В тишине Ночью Ну даже не знаю Повлиять Не повлиять Но такие эмоции Принести Вот А у тебя? Ну я давно Туда хотел съездить Я примерно Представлял Что там Посмотреть При планировании Поездки Я составлял план Что там Как будет Мы это все обсуждали Вот Но Самое сильное впечатление Наверное Все-таки музей Сталинградской панорамы Сталинградской битвы Вот Ну и Мамаев Курган Конечно Тоже здорово Особенно ночью Когда там Весь город Полыхает С высоты И это похоже Больше на какую-то Пещеру Сокровищ Там У какого-нибудь Дракона В гостях Здорово Гора Багдо Как ни странно Меня поразила Вот именно С яркими красками Вот это вот Сочетание Зеленой Вот этой вот Травы И красных Тюльпанов И вот этих Скал Таких прям Вот разных Таких Оранжево-красных Оттенков Тоже очень поразило А ты говорил Тебе там что-то Понравилось На Багдо А мне понравился Вот этот Дыхание Степного ветра Ветер делающий Твою прическу Ну и Вот я не знаю Этот слайд Я составлял Атмосферу путешествия У нас была удачная Опять же Скажу Потому что Я много путешествую На автомобилях И знаете Как этот Да есть даже Много книг Написанных Относительно Психологического Климата В путешествиях В походах В путешествиях Ну в автомобиле Частенько бывает Там где-то Такой переломный день Там где-то Третий Четвертый Вот когда люди Начинают немножко Там друг на друга Рычать Как-то порыкивать Так ну Какие-то Вот высказывать Свои там Хотелки Или неудовольствия Другими Там не так сидишь Не так свистишь Вот Мы встречались заранее Вот Обсудили Нашу программу Обсудили наши интересы Приоритеты каждого В поездке И у нас не было этого То есть мы Каким-то загадочным образом Это наверное Одно из первых Путешествий На моем опыте Жизненном Когда Вот этот момент Как сказать Кризиса Кризис среднего возраста Кризис Середины путешествия Он прошел Вообще мимо И это было Для меня удивительно И здорово Вот Реализация мечты Очень важна Потому что Когда долго Хочешь в одно И то же место И ты посещаешь его И посещаешь С команды единомышленников Это очень здорово Ну и простор Это наверное Волгоградская область Наверное Очень классное место Где действительно Можно широко дышать Полной грудью И больше того Это еще считается И полезно Потому что Там соль Дыхание Все дела Если там Не дай бог Проблемы с дыхательными путями Прямо обязательно Поезжайте Наши контакты Меня можно найти По имейлу лучше Я начал недавно Канал Дзен Ну как бы там Пока мало Мало информации Вот у Володи Прямо много пишут На сайте Автомобильном Drive2.ru Вот так выглядит Аккаунт Володи На сайте Drive.ru Ну Телефон Боть Это тоже будут Все контакты Будут потом В видео На ютюбе На ютюбе Спортпарафона В целом Вопросы А где вам удалось Тюльпаны Достать? На В двух местах Гора Большого Богдо Вот Это первый был И на удивление Их много На Эльтоне По дороге К смотровой На реке Хара Там прямо Целая степь Полыхала И мы Такого Не ожидали У нас Сто пятьсот Фоток Тюльпанов Часть Какая-то Третья с половиной В общем Невозможно Мимо проехать Потому что Степь Полыхает К сожалению Фотографии Пусть из хорошего Телефона Они не передаются И красоты Мы ехали К этой балке К этому Обрагу И останавливались На машине Мне кажется Раз шесть Просто Потому что Видели Кучу тюльпанов А потом Еще большую Кучу Еще большую Кучу Еще большую Кучу И не могли Пройти мимо Но если вы Хотите Прямо Именно тюльпанов Степи Посмотреть То я бы Советовал Все-таки В Элисту Съездить Там травы Не видно Все поле Красное Одна из причин Почему в апреле Мы ездили Потому что Первый климат Не так жарко Все-таки Юг России Вот Тюльпаны Это мы ездили Там 16-го По Ну там По 20-е Какое-то число В этом году Вот И Что я забыл В общем Вот Обусловлено Было Как раз А и туристов Нет Потому что Это не сезон Нет Вот этих Праздно Шатающихся Толп С фотиками Вот так Вот В общем Бесни Дальше Просто В Калуйке Лучше Отдельно Поехать Поехать Потому что Намного Сему Интересно Ну как-то Одним днем Одно Не разумно Ну смотря Что Если там Допустим Даже По Влагоградской Области Ездить Да Плотненько И смотреть На всякие Ништяки Там Например Александровский Грабен Там Утез Степана Разина Там Пара Точка РЛС Там С этими С куполами Стеклопластика Черные Пески Магнитные Вот Там Карьер Такой Есть Там Половина Черная Половина Красная Как кровь Там Половина Третья часть Соответственно Обычный Песочек В общем Там Можно На пару Месяцев Легко Залипнуть Тоже Интересный Вариант Например В Воронежской Области Есть Сахара Можно На машинке Совершенно Спокойно Покататься По пустыне С барханами Там Со всей Фигней Вот Ну Мы Кстати Так И думали Сначала Мы Что-то Рассматривали Вариант Заехать Туда А потом Решили Что Это Не нужно Все Смешивать Мы Просто Не Не успеем И как бы Нам этого Хватит Выше Крыши Вообще На моменте Подготовки Очень важно Вовремя Остановиться Потому Что Куда Мы Чуть Не До Ирана По Морг Туда Поедем Махнем Короче И Помыли Бо Свои Резиновые Сапоги В Индийском Океане В итоге Ну То 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 Да Реально Вовремя Остановиться И ставить Правильно Приоритеты То Те Точки Без которых Мы точно Не хотим Уехать Из этой Области Из этой Местности По опыту Путешествий Значит Дневной Перегон Лучше Сего Там 300 Ну Край Там 400 Километров Вот На месте По факту Это От 6 До 8 Часов Ходовых Это То То Чтобы Спокойно Можно Погулять Посмотреть Пофоткаться Да Пообедать Вот Это Вот Предел Ну Край 500 Там Получается Ну Это Прямо Вот С выснутым Языком Носиться Вот И у нас Получилось То Что 2000 Из Четырех С половиной За неделю У нас Был Просто Перегон Москва Волгоград И соответственно Волгоград Москва И мы Смогли Разбить На более Короткие Промежутки Да Я За рулем Надышался Химикат Ну Там Были Водители С правами У нас Почти Вся Машина Была Водители С правами Но Был Бессменный Ни жену Ни машину Ну Нормально Я вот С моря За 22 Часа Катаюсь В среднем Не спеша Я еще Успеваю Что-нибудь Посмотреть По дороге А там Получается Мы Ехали Не Мы Ехали Волгоград Не спеша С соблюдением Всех Этих Да Я знаю У меня Чуваши Да Чебоксар Там За 7 Часов Из Москвы Ездят Знакомые Странные Люди Вот У нас Была Небольшая Прогулка Давайте Тогда Дальше Пойдем Вот Это Как раз Продолжение В принципе Официальная Часть Докончилась Если Кто-то Спешит Можете У нас Есть Еще Немножко Фотографии Про Основная Часть По которой Мы Хотели С Володей Доложиться Там Как раз Эльтон Бас Кунчак Волгоград А этот Мы Были Еще В Тамбове Можем Тоже Показать Мы Там Погуляли Да Ну Хорошо Смотрим И номер Раз По голосованию Всех Наших Участников Номер Раз До Спечательность Тамбова Это Костел Это Строили По-моему Поляки Поляки Строили Вот В начале 20 века Совершенно Фантастическое Ощущение Мы Туда Попали Страстную Пятницу И Там Добрая Женщина Вот Вы знаете Смерч На Священников Которые У нас Эти Попы В рясах Ходят Что-то Доверие Не внушает А там У женщин В глазах Огонь Веры Для Меня Было Огромным Удивлением Найти Такую Штуку Такую Церковь В Тамбове Вообще Не характерная Для России Архитектура И Одно Из самых Больших Удовольств Это Такие Витражи Пусть Эта Гравировка На стекле Но Все равно Очень красиво Выглядит Да Собственно Мы там Оказались В 6 утра Мы приехали По-моему В Тамбов Очень рано В 6 утра Где-то Примерно И это До открытия Мы просто Зашли Были открыты Вот эти двери Неожиданно Мы потянули на себя Они были открыты И там И там Женщина Как раз По-моему Как раз Из Польши Которая Церковь Была Еще закрыта Но она Увидела Что мы Интересуемся Подошла И открыла Нам Сказала Ребята Просто Потише И можете Все что хотите Тут фотографировать И так далее Это все Начало 20 века Это нео-готика И кстати Она была Восстановлена Вы видите Цвет кирпича Нижняя Нижняя часть Видите Более темная И более светлая Новенькая Скорее всего Я предполагаю Что вот эти вот Шпили Были разрушены Там Ткацкая фабрика По-моему Была какая-то При Союзе Вот Как видите Мало людей Потому что Реально Очень-очень Раннее утро Да Из любопытного Там Волгоград Тамбов Волгоград И Южнее У них Время Минус Час Было Официально И соответственно Там все По Москве Начинает Не с 9 А с 8 Работать Что является Приятным Сюрпризом Вот Но живут Они С недавних пор По Москве Вот Мы прошлись Там по улице Местного Арбата Там такие вот Есть Как это Малые Скульптурные Формы Ну Я бы не назвал Эти формы Малыми Конечно Вот Особенно Слева Вот Но Скульптурные Вот Ну конечно Тамбовский Волк И вообще То есть В целом В целом Город Так скажем Ну Когда вы едете Куда-то Куда-то То И проезжаете Тамбов То Это хорошая Мне кажется Точка Для того Чтобы Остановиться Размять ноги Попить Кофе Немножко Прогуляться По центру И так далее Вот Но я в Тамбове Был Где-то Где-то Лет Десять Наверное Может быть Двенадцать Назад И во многих Городах Был Примерно Вот В тот Период Времени И потом Еще Вот Повторно Посещал Их За последние Там Пять лет И почти Все города Изменились Очень сильно В лучшую сторону То есть Привелись Какие-то Модные Кластеры Такие Территории Там Например Там Как В Уфе Там Или Во многих Городах На самом деле Какие-то Кафешки Очень Крутые Прям Видно Что В Волгограде Да Вы знаете В Тамбове Такого К сожалению Не нашел То есть Ощущение Что Как будто Раз У меня Машина Времени У меня Минус 15 лет Очень Приятно Конечно Но Тем не менее Как-то Вот Такое Немножко Гнетущее Впечатление Особенно Когда мы Там еще Мимо Рынка Прошли Это Прям Вообще Вот Ух Мне кажется Там Да Минус 25 Черкизон Такой А еще Да Из Плюшек В Тамбове Вообще Чего Туда Стоит Заехать Помимо Пофоткаться Вот У памятника Тамбовскому Волку Это На территории Гостиницы Какой-то Сделан Вот Небольшой Такой Это Шоколадные Конфеты Тамбовский Волк Это Тамбовская Кондитерская Фабрика Так Вот Находится Она Не помню Где Вот Тоже Работать С 8 Да Без проблем Вообще Из Плюшек То Что Там Можно Сговориться Заранее Заказать Экскурсию На Кондитерскую Фабрику С дегустацией На вопрос Что-то Там Рублей Четыреста По-моему Пятьдесят То есть Вот Так Вот Экскурсия Около Трех Часов По-моему Там Идет Представляете Да Картину Маслом То есть Предупреждаете Подарок Конфеты Не Осенний Вальс Тамбовский Волк Шоколадный То есть Это Такой Серьезный Заявка На Победу Да Вот У меня Два Набора Ушло Паре Академиков Для Людей С Чувствуем Ну Там Я Честно Говоря Я Купил Пару Собственно Вот Они Ушли Все В Подарок Я Ради Этого Заезжал Вообще Стараюсь По Всяким Вот Этим Вот И Когда Собираюсь И Что-нибудь Вкусненькое Такое Привезти С Петрозаводска Например Водку На Морожке Которую Тут Не Найдешь С Питера Джинси Небрюхов Вот И Остальные Всякие Плюшки Это Тоже Виды Города Такие Очень Ну Еще Тамбов Вот Связан С Именем Лермонтова И Вот Кстати Да Мне Просто Понравилось Это Была Видимо Кафешка Которая Закрылась Видите Какая-то Кафетерия Видимо Да Очень Такой Стильный Прямо Лермонтов Вот Но К сожалению Да Видимо Коронавирус В этот Лермонтов Не Пережил Вот Сарепта Это Еще Одна Точка В Которую Мы Заехали Под Волгоградом Вот В надежде Попасть На экскурсию Связанную Связанную Там Вот С Жизнью Немцев Как раз Да Вот Этого Общины Вот Этого Производства Горчичного Там Масла И Других Том Товаров Из Горчицы Но К сожалению Вы знаете Удивительно Вроде Как Был Как Был Не Совсем Туристический Сезон Но Прям Плотный Поток Был Туристов Именно В Сарепте И мы даже Не смогли Попасть На экскурсию То есть У нас было Пять человек Вот И нам Скали Ну у вас Слишком много Мы не можем У нас Все Прям Под группы А просто Так Там Ходить Без Поздания Ну неинтересно Типа Ну вот Стол За ним Сидели Вот Стол На нем Сидели Ну то Есть И все Можно Посидеть На Вернее Найти Сайтик Сарепте Музеум По-моему Так Называется Вот Сарепте Находится Один из Больших Шлюзов На Волге Вот Судоходный Там Все Это Сталинская Архитектура Короче Все это Помпезно Очень красиво Выглядит И По-моему Одна из Самых Больших Сохранившихся Статуи Ленину Ну вот Там Вот То Что У нас Был Там Лагерь С этим С питанием Это Вот Как раз Там На Шлюзе Недалеко Да Но Мы Фактически Стояли На канале То есть Мы Подъехали На машине К Каналу Там Такая Прямо Площадка Была Было Видно Что Прямо Местно Шашлыковска Выпивательная Такая Площадка Вот На берегу Канала Очень Живописно Вот И Там Не Только Мы Там Стали Там И Другие Тоже Вот Шашлучились Вот И Даже У Некоторых Появился Трофейный Шашлык Можно Сказать А Я Этих Шоколадных Дал Он Говорит А Вот На тебе Шашлычку Короче Там Слово За Слово В общем Нормально От Себя Хочу Попросить И Добавить Вы Когда Собираетесь Куда Нибудь Возьмите Какие-нибудь Сувениры Из Москвы Не знаю Магнитики Я С собой Какие-нибудь Шоколадки Беру Специально На Октябрь Катаюсь На Бабаевский Если Увидите Там Нормального Человека Какому-нибудь Меня Возьмите Угостите Вот Вся Эта История У меня Началась Года Наверное Четыре Назад Я Готовился К Памирскому Тракту Начал Собирать Информацию Вот И Там На Высоте Примерно 3 700 Живет Семья Дорожника Вот И С детьми Там Со всеми Делами А там Кроме Головокам Ничего Нету И Вот Мужик Которого Я лекцию Смотрел Говорят Вы купите Там В этот Килограмм Яблок Привезите Детям Это Стоит Копейки Короче У них Будет Праздник Я Чего-то Так Подумал Что Действительно Неплохо Вот Потому Что На фоне Там Солярки Жилья И питания Короче От капли В море Я Вот Таким Образом Шашлычком Разжился Вот В Абхазии Познакомился С классным Мужиком Если Туда Собираетесь Я вам Контакта Дам Вот Ну и Вообще Как бы Отношение Людей К тебе Меняется Да Я видел Как Вполне Суровые Таксисты Начинают Улыбаться Володе Когда Володе Угощает Конфетой Вот В общем Да Я хочу Основываясь На этой Фотографии Я хочу Сказать Вам Одну Вещь Которые Как Бы Это Видимо Связано Ну Вот Именно Прям С Вот Этот Газончик Я Так На него Так Аккуратненько Так Встал Как Раз Чтобы Он Так Он Более Длинный Но Я Аккуратненько Так На него Встал Чтобы Как Раз Сделать Такую Фотографию Вот Такую Очень Правильную Правильную Перспективную Вы Не Поверите Что Оказалось Когда Я И Что Слышу Краем Уха Что Вот Эти Молодые Люди Что То Мне Как Правильный Человек Увлеченный Своим Делом Сделать Фотографию Я Сначала Сделал Фотографию Потом Решил Обратить Внимание На Них Оказалось Что Это Могила Братская Я Стоял На Братской Могиле А Камень О ней То Видите Это Газон А Камень А о том Что Это Братская Могила Он Был Дальше Я Сначала Стал На Нее Потом Прошел Прочитал Камень И Понял Что Я Стоял На Братской Могиле Я К Чему К Тому Что Так Получилось Что Видимо Действительно Волгоградская Земля Очень Много Понесла Потерь Во Второй Мировой И Вот Эта Тема Что Молодой Человек Не ходить По Газону Это Могила Это Там Часто Встречается Мы Там Встречали Еще Неоднократно Именно Такие Такие Как бы Рекомендации В нашу сторону Что Не сходите С тропинки Потому Что Это Тут Тоже Могила Везде Могила Тропинки Проложены Ходите Пожалуйста По ним Я К тому Что Имейте Это Ввиду Будучи В Волгоградской Области В самом Городе На Мамаевом Кургане Конечно Непременно Тоже На Траву Лучше Не Заходить И В Сарепте Это Оказывалась Такая Вот История Любителя Архитектуры Это Та Вещь Которую Я Не Мог Сюда Не Вставить Это То Что Я Не Видел Нигде До Этого Это Мортуарий Это На Кладбище Вот Такое Я Б Сказал Вот Даже Ну Как Не Помещение Да Вот Такая Территория Вот Таким Образом Отстроенная Такое Архитектурное Сооружение Но Отсылающая Нас Мне Кажется К Древней Греции Древнему Риму Вот А по факту Это место Для Отпевания Вот Сюда Ставится Собственно Гроб Здесь Люди Прощаются И так Далее Под Открытым Небом Очень Необычно Не Видел Нигде Это Под Волгоград Это Под Волгоград Это По Дороге Вот Как Раз На Баскончак Там Крючок Небольшего Километра Три Состояние Ужасное Никто Пален И так Далее Вот Но Очень Необычненько Необычненько И Атмосферненько Вот Ну И конечно Вот Такие Вещи Они Тоже Не Могут Не Радовать Своими Просторами Не Расстраивать По Поводу Того Как Как Ситуация Находится Ну По Крайней Мере Живописно Да Вот Это Твой Кадр Да Мой Скажи Нам Что Способствовало Тебя Как Фотохудожнику Запечатлеть Вот Этот Момент Красотища Ага Точно Вот А с той стороны Там Вот Как раз Находится Одна Из Примечательностей Волгоградской области Александрский Грабен Вот Там Белые Скалы Видно Там Берег Волги Там Что-то Высотой Метров Сто 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 По Моему И Он В Разломах Таких Как Гранд Каньон Да Вот Это С И Вообще Волга Живописна Ну То 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 Способствует Тому Чтобы Занять Какие-то Эпические Позы А Фотографа Чтобы Прям Схватиться За Телефон И Запечатлеть Эти Эпические Позы Вот Видишь Белочку Да Хотя Да Хотя Мы Не Позировали Но Тем Не Мене Получилось Очень Живописненько Вот Ну Спасибо Что Послушали АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ